Вообще говоря, каждый мастер, исполняя произведение, вносит в него что-то свое, что-то неповторимое. А когда произведение исполняют дуэтом, то это произведение становится еще ярче, еще веселее, еще радостнее. История знает много таких дуэтов. Минин и Пожарский, Станиславский, Немирович Данченко, Ильфий Петров, последние, кстати, мастера сатиры. Кстати, у нас всегда существовал театр сатиры, даже когда у нас не было сатиры. И в этом театре тоже сложился замечательный, я не побоюсь этого слова, легендарный дуэт. Александр Ширвинд, Михаил Державин. Фима, ты еще забыл Тахиру Зухрабы, Иссака Иванцетти. Там одно С, Оксана Анатольевич, Сако, не Сако Иванцетти. Ты молодой, у тебя одно С, у нас два. Ну, в общем, вы знаете, мы любим Фиму. Он хороший артист и замечательный парень. Хотя он совершенно годится нам в сценария, но вот мы здесь зачем-то стоим. А так он затеял разговор вообще о преемственности поколений, о юморе, что было, что не было. Мы, конечно, ретро-юмор. И вот, чтобы, так сказать, немножко внести ретро-струю, смотрели сейчас, как фильм работает, решили тоже показать вам одну ретро-миниатюру. Дело в том, что действительно юмор, не поймешь, он умирает, как вот костюмы, знаете. Нельзя никогда выбрасывать из сундуков бабушкины, дедушкины эти самые пиджаки, потому что проходят лет сорок, и мода повторяется. Придумать ничего нельзя. Вот, поэтому мы так хорошо одеты. Так вот, вы знаете, вы подумали, да чем смеялись тогда? Вот у нас был юбилей в театре сатир, и нужно было, значит, сделать обозрение юбилейное. И я поднялся к нам в музей, у нас наверху такой маленький доморощенный музейчик, где мы бережно храним наши театральные реликвии, афиши, фотографии, программки. Вот мне было интересно посмотреть, чем кормили, ну в кавычках, сатировцы зрителя в трудное для страны время. А там все по полочкам, по годам. Я подошел к полочке, сорок шестой год, представляете себе, да? То есть в конце первой половины прошлого века. Вот, нашел пьесу, которая шла в то время, «Факир на час». Почитал, полистал, но по северным парадам безделушка, анекдот, но фотографии опять же. Корифеи театра, какие фамилии? Поль, Курихин, Хенкин, легендарный Лепко, Рунги, Ткачук, Доронин Виталий, все покойники. И мы вот в память этих замечательных мастеров и этих сатириков вставили в наше юбилейное обозрение маленькие фрагменты из этого послевоенного спектакля. Большой провинциальный город с нетерпением ждет приезда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель. И весь город принимает его за гипнотизера. Весь сюжет пьесы. Ну вот представьте себе, что мы находимся в номере гостиницы. Я и этот писатель. И к нему неожиданно в номер приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! Три дня я в этом городе. Вы знаете, у меня какое-то странное ощущение, что мне здесь за кого-то меня принимают. Я не знаю, за кого-то, за меня. Оглядываются на улицу, перешептываются, хихикают, пальцами показывают. Я ощущаю себя в Вестаковом, понимаете? Я чувствую, что я это не я. Меня-то никто не знает. За-за-за-за-за... Не понял? За-за-за-за-за... За-за-за-за... А, ну вот этого мне не хватало. За-за-за-за... Ой, боже мой. За-за-за... Ну, сдвиньтесь куда-нибудь. За-за-за... Здравствуйте. Я вас приветствую. За-за-за... Здравствуйте, я поздоровался. Здравствуйте. За-за-за... Ой-ёй-ёй-ёй... За-за-за-за... Это надолго история. За-за-за... Занимаетесь? Да, хотел сейчас заниматься. Буду сейчас заниматься. Спасибо. За-за-за... Занимаюсь, занимаюсь. За-за-за... Ой, боже мой. За-за-за... Да. За-за-за... За-за-за... Не каюсь я. Кто бы мог подумать. За-за-за... 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 А я вот заниматься затеял, а вы тут заикаться. За-за-за... Музыка... А... Гик. Чего? Какой за гик? За-за-за-за... А... А... Ну... Гипнотизироваться надо. А... За-за-за... 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 Иканье... Да. А я при чём? Не-не-не-е... Не-не-не-е... Это что за новость? Не-не-не-е... Тут школы... Для... За-за... За-за-за... За-за-за... Ик-да. А зачем вам школа? Вы прекрасно заикаетесь. За-за-за... Замолчите. За-за-за... Дорогой, вы замолчите, правда. За-за... Замолч... Замолчите. За-за... Замолчи... Замолчал. За-за-за... Стоп! Дорогой, мне нельзя. У меня сердце бенчат. Честное слово. Вы не понимаете, вы ошиблись с номером. Не туда попали. Вас дезориентировали. Это не моя профессия. Ну, хорошо, ладно. Раз вы пришли, потеряли время, ну, хорошо, я... Я по... Я по... Я по... Я по... Замолчал. За-за-за... 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 Просились. Походу, я попробую вам помочь. Ну, пусть этот сеанс, экролизированный, останется между нами. Никому ни слова, ладно? А-ха-ха... Хина. Чё хина? А-ха-ха... Хина. Какая хина? А-ха-ха... Хина... Когнито. Хина-когнито? Инкогнито, что ли? Милый, что ж такие сложные слова себе выбирают? Вам только-только мама выговаривалась. Инкогнито. Мама-мама-мама-мама-мама. Мы нету. И папа-папа-папа. И папы тоже нету, да. Сирока. Сирока. Си-си-си-си-си-рота Си-си-си-рота Си-си-си-си-рота Си-си-си-стрюнка есть Лечимся Дорогой, совет очень простой Знаете, если вдруг захотите что-нибудь сказать Не говорить Не надо, а пойте Вместо того, чтобы говорить, пойте, понятно? Не-не-не, пойте, по-по-по-по-по Попробуйте, пробуйте, пробуйте, пробуйте Понятно Выходите Идите с Богом, пойте, идите, идите Уж я понял вас вполне Есть вопрос к тому же Уж стихом или прозой петь уж мне Вот и все, и все же Уж бзду Мягко, мягко Как вам угодно Это все равно А где музыку найти? Пошел Чтобы было всем приятно Пойте на любой мотив Понятно вам? Понятно Бзду Уж бзду Идите и пойте Не-не-не-не-не Не на-га, а пойте А нам надо бы лифт починить у нас А пой, а пьес, да не пой А если нельзя, то как раз сейчас Поставить совсем другой А то ведь пешком на восьмой этаж А пой, а пьес, дню пой. Нельзя ли побыстрее лифтер, дорогой? Попался мотив такой. Я люблю вас, он. Ну да, вот этого не хватало. Я ношу вас, он. Руку, руку, руку. Пошел ты. Пошел я. И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай. Спасибо вам, профессор. Позор не будет, больше стрессов. Пойду и будешь петь до заиканья. Михаил Держаев. Александр Шевер и Михаил Держаев.